Домашний музей Риммы Данильцевой стал настоящей достопримечательностью деревни Большой Нешков Белынического района. Два года назад женщина создала в родительском доме интересную выставку семейных вещей. Обо мне говорят, что я творческая личность, и вы знаете, я не хочу останавливаться на достигнутом, хочу идти вперед. Сколько есть фантазий, сколько есть ума, сколько есть терпения. Этот дом-музей называется память. Римма Кирилловна создала его в честь своих родителей, а еще для детей и внуков, чтобы помнили историю семьи. Началось все в первый год малой родины и продолжается сегодня. Я хотела, чтобы мои внуки, мои дети знали, что все достается трудом. Но будешь трудиться, все будет у тебя. Первые экспонаты для домашнего музея хозяйка нашла прямо на чердаке. Потом разобрала вещи в сарае. Так музей расширился и из комнаты веранд вышел во двор. Недавно изменения коснулись гостиной. Со стен исчезли старые, почти вековые обои. И после кропотливой уборки теперь здесь аутентичные деревянные стены, украшенные рушниками. Я все, как в старину это было. Я хочу, это, ну, обратная связь называется, понимаете. Вот я захотела так, ну, так пусть так и будет. Только печка здесь новая, но она вполне соответствует стилю крестьянской жизни. Сейчас вот, вот она сейчас будет шуметь. Слышите, какая музыка. Радио вроде такое, то что будет такое. Энергичной хозяйке не сидится на месте. Она ищет новые экспонаты. Например, так появились ковры, которые еще пару десятков лет назад местные жители посчитали старыми тряпками. А теперь узнали, что это музейные вещи. И сегодня за ними охотятся белорусские коллекционеры. Это от мамки поставали все такие, ну, тогда же таких не было ковров. А вот такие были мариванки. Люди полюбили этот нежковский винтаж. Сельские жители привозят экспонаты, школьники приезжают на экскурсии. Правда, в связи с пандемией людей стало меньше. И все же важно быть гостеприимными. Продолжение следует...